Здравствуйте! Вы на канале Кузов Лаб. С вами Елена Евдокимова. У меня в руках очень сложный цвет, который недавно появился. Это Kia SR5. И сегодня мы решили проверить, на каких из систем можно сделать его. Первым на нашем пути компания Kiwi Color. У них своя система Kiwix, которая производится в России. Давайте посмотрим, на что она способна. Идем? Здравствуйте! Здравствуйте! Вот посмотрите, у меня есть такой образец. Могли бы вы подобрать нам этот цвет? Да, можем, но только это будет на завтра. Вы знаете, я эксперт канала Кузов Лаб. И хотела, чтобы для нас сделали исключение и подобрали этот цвет сегодня. Я думаю, это возможно. В виде исключения пройдемте в колерную, поговорим с нашим колористом. Спасибо! Евгения! Здравствуйте! У нас сейчас приехали эксперты с Кузов Лаб. Вот, просят в виде исключения посмотреть этот цвет, сможем ли мы сделать именно сегодня, чтобы присутствовали. Хорошо, давайте попробуем. На заводе, скорее всего, используется красный металлик. В нашей системе он еще в разработке. Должен выйти вслед за синим металликом. И как только он поступит к нам, я думаю, его можно будет сделать как двухслойное покрытие. А пока попробуем как трехслойка. Сейчас мы посмотрим, что выдает нам наша программа. Так, мы знаем, КИА, CR5 код. Наша программа выдала один рецепт. Вот с ним и будем работать. А что это у нас? Вот как раз наш новый компонент 904-й, прозрачно-красный, солидный. Краска подбирается в густом виде, отдается клиенту, и они сами разбавляют. Краска разбавляется в соотношении два к одному. Мы нальем краску на первый тест и посмотрим, насколько он близко подходит к нашему ручку. Для этого цвета, я думаю, нам подойдет серый грунт. Мы нанесли три с половиной слоя. Сейчас мы наш тест покроем лаком. Женя, покажи, пожалуйста, пока твой тест сохнет, что у тебя сейчас в работе? У нас сейчас в работе Mazda 45B, почти на завершающем этапе. Здесь нам нужно подкорректировать немножко флоп. Добавим чуточку красненького и капельку белого. Друзья, еще раз напоминаю, что у нас есть свой сайт Kuzoflab, на котором вы можете приобрести мерч в виде футболки, бейсболки, сумки, кружки и так далее. Также есть у нас промнаборы от наших партнеров, которые вы можете приобрести со скидкой до 70%. Пишите в комментариях, какие бы вы хотели увидеть наборы. У нас мы их обязательно скомплектуем, и сможете их купить и пользоваться. Всем успехов! Виктория, когда я вам принесла образец краски, вы мне сказали, что вы сделаете ее на завтра. А это что, все краски, которые у вас заказали вчера, готовы? Да, это люди оставляют, и на следующий день колористы у нас подбирают. Как бы у нас большие объемы работ. А вот эти вот лички? Это у нас принесли уже на завтра, на завтрашний день будет у нас подбирать. Здравствуй, это по коду краска. Можно? Здравствуйте. О, какой интересный. А можно я возьму? А что за машина у вас? Лада. О, очень интересный цвет. Сейчас мы проверим. Женя, смотри, какой принесли интересный цвет. Хотят слив по коду. Угу. Очень хочется посмотреть, что покажет ваша программа. А что это за автомобиль? Лада. А код краски? Клиент не знает. Я вижу, что здесь 976-й, как раз один из наших последних новых миксов. Вот. Мы сейчас попробуем его найти. Мы знаем, что это Лада. В нашей программе можно найти код краски по миксам. Мы знаем, что у нас здесь 976-й. Вводим. Нажимаем применить. Очевидно, это код 130 Марс. А почему вы так подумали? Ну, он самый яркий из них. Вот наш 976-й. Наша программа выдала одну формулу. Мы сейчас нальем и посмотрим. А сколько нужно краски? Ой, я так обрадовалась, когда увидела такой цвет, что забыла спросить. Сейчас уточню. Клиент сказал, ему нужно 200 грамм. И окраска, скорее всего, будет в переход. Хорошо. Это стоимость краски для клиента, а это наша закупочная цена. Ну и как ты думаешь? Я думаю, что очень близко. Обычно клиенту мы отдаем краску по коду без выкраса. Ну, а сегодня мы все-таки выкрасим этот цвет, для того, чтобы проверить, насколько близко он попадает по коду. А можно я сама напылю этот цвет? Я хочу пощупать ее, понять, какая она на ощупь. Конечно. Краска разбавляется 2 к 1. Вот, получилось 7 грамм. Соответственно, 14 грамм краски. Ну что, можно приступать? Да, конечно. Жень, ну что, будем красить на белую, заодно проверим и укрывистость краски. Жень, а краска наносится по стандартной технологии для сольвента. Первый адгезионный, потом укрывистый слой мокрый. Да? Да? Хорошо, спасибо. Делаем еще один слой. Ну, что я могу сказать для слива по коду. Вообще, шикарный результат, если честно. Мне очень понравилось. Итак, первый тест высох. Давайте посмотрим на результат. Конечно, с этой краской еще нужно работать. Мы сейчас добавим немножко красного прозрачного компонента и увеличим количество ксиралика. И делаем тест на пыл. Я вижу, результат меня вполне устраивает. Конечно, колористу пришлось потрудиться на этом цвете, но возможности системы позволяют сделать даже такую сложную краску. Я была приятно удивлена, что на краске, сделанной в России, можно делать такие сложные цвета. Судя по объемам, краска пользуется популярностью. Мы проверили красный цвет, сделали марс слив по коду, что тоже достаточно хорошо работает. Эти цвета оказались не сильно сложны для этого производителя, но мы найдем еще что-нибудь посложнее и вернемся сюда. А с вами была Елена Евдокимова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!